Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем молиться за нашу землю, за страну, за народы, населяющие ее. 18 стих. «О, если бы ты внимал заповеди мои, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Мы знаем, что наша страна отступала от заповедей на 100%. Вот насколько можно было отступить, она отступила. И поэтому приходили, или приходим еще в те зоны, где много бед, войны, бедствия. Но здесь как раз Божье сожаление, с его сердца мы прочитываем. «О, если бы ты внимал заповеди мои, тогда мир твой был бы, как река, и правда, как волны морские». Я желаю, чтобы вернулся этот мир в нашу страну, и правда заполнила атмосферу. А для этого надо вернуться к Божьим ценностям, к Его словам, Его заповедям. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем это осознавать. Не отделять себя от всего народа, а наоборот присоединять и говорить «Господи, прости, помилуй эту землю, эту страну, и благослови нас своим благословением». Распространи пределы этой земли так, чтобы она могла войти в город воротами. Из того принципа, который есть в Твоих заповедях, не отступать, а наоборот приступать к ним и говорить «Боже, научи полезному». Веди по тому пути, по которому нам должно идти, уже не сворачивая ни направо, ни налево, а идти только вперед. И я благодарна Тебе, что все возможно с Тобою, все возможно верующему, все возможно человеку, который знает Тебя лично и за другим не пойдет. Я благодарна Тебе за то, что Ты начал, и Ты совершишь, конечно же, до конца все, что у Тебя есть и приготовлено для нас. Я благословляю каждого человека, в этой стране живущего, не пропустить Твои уроки, а услышать, сложить в сердце, растворить веру и превратить в практику. И Ты поможешь этому быть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. Продолжаем молиться. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok